Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Выпил, не садись за руль. Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП под Налинском. До 10 утра грабеж коньяка. Он получил отказ от продавца в покупке данной продукции, поскольку до 10 часов утра на территории Кировской области продажа алкогольной продукции запрещена. В Кирове осудили 28-летнего сварщика Артура, который ограбил супермаркет на улице Ульяновской. Такси не заказывал, поехал на своей. Давай. Взять. На улице Производственной сотрудники ДПС задержали водителя Рено Логан. Повернул из среднего ряда. На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель Ауди спровоцировал ДТП. Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП под Налинском. Там вылетел за пределы трассы пьяный водитель Лады 12-й модели. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 29 июня в 20.35 на первом километре дороги Налинск-Татаурово. По предварительным данным ГИБДД, 39-летний водитель Рено Логан не справился с управлением. Машина выехала в Кювет и опрокинулась. Травмы получили двое. Это сам водитель и его 24-летняя пассажирка. Девушку с тяжелыми травмами госпитализировали. Как выяснилось, виновник ДТП был пьян. Ему грозит, как минимум, административное наказание. Еще два человека пострадали в ДТП под поселком Афанасьево. По предварительным данным полиции, 39-летний водитель Рено Логан сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. В итоге рулевой иномарки и его пассажирка получили травмы, медики оказали им помощь. На дороге Киров-Малмы, Швядские поляны, произошла трагедия. По предварительным данным ГАИ, 31-летний водитель Семерки съехал в Кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался. Сейчас по факту ДТП следователи проводят проверку. Еще один человек погиб в ДТП в деревне Исакова Малмышского района. Там 36-летний тракторист заехал на Сенажный Курган и опрокинулся. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В городе Налинске устроила ДТП 20-летняя девушка-водитель Ауди А4. По предварительным данным ведомства, она не пропустила УАЗ, который ехал по главной дороге. Далее после удара легковой автомобиль врезался в жилой дом. В итоге водитель и пассажирка Буханки получили тяжелые травмы и госпитализировали. В Кирове на улице Северное кольцо произошла авария с участием мотоцикла. По предварительным данным госавтоинспекции, 56-летний водитель Байка не справился с управлением. Сначала он наехал на бордюр, а затем врезался в фонарный столб. Мотоциклист получил серьезные травмы и его госпитализировали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кирове осудили 28-летнего сварщика Артура, который ограбил супермаркет на улице Ульяновской. Молодой человек захотел выпить трехлетнего коньяка, но бутылку ему не продали. Впрочем, сварщик не сдавался и совершил грабеж. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия нарушителя. В супермаркет Артур зашел с бутылкой воды и навеселе. Пьяный молодой человек тут же направился к полке с коньяком, взял 100 граммов. Но на кассе Артуру сообщили неприятную новость. Он получил отказ от продавца в покупке данной продукции, поскольку до 10 часов утра на территории Кировской области продажа алкогольной продукции запрещена. Отказ сварщик вроде бы сначала принял. Сходил и вместо коньяка взял безалкогольное пиво. Впрочем, пока он стоял на кассе, вновь схватил бутылку и стал уговаривать продавца дать ему алкоголь в долг. Девушка испугалась харизмы 28-летнего сварщика. Ее напарница также пыталась остановить Артура, но то сначала подождал, а потом скрылся с места преступления. Ущерб составил 89 рублей 50 копеек. Коньяк в итоге он выпил на работе, а после 10 утра Артур вернулся в магазин с пустой бутылкой, чтобы ее оплатить. Но к этому времени сотрудники магазина уже обратились в полицию. При назначении наказания судом было учтено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, а именно за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В качестве смягчающего обстоятельства признали полное возмещение ущерба магазину, раскаяние в СДН. В итоге суд назначил Артуру наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Приехал в Киев для повышения квалификации, но устроился работать с закладчиком. Проработав 3-4 дня на третьем рабочем плане меня поймали. Не туда устроился. Наркотики у вас изъяты? Да, наркотики изъяты вот этим учреждением, в котором сейчас нахожусь. Кировские полицейские совместно с ФСБ задержали группу из шести наркодилеров. Вспыхнул мусор. Вот так вот и сгореть можно. 30 июня в Нововятске на улице Кирова загорелись мусорные баки. Такси не заказывал, поехал на своей. На улице Производственной сотрудники ДПС задержали водителя Роно Логан. Побежала под колеса внедорожника. На улице Воровского водитель Газели отправил свою пассажирку почти на верную смерть. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Кировские полицейские совместно с ФСБ поймали группу наркодилеров. В нее входили шесть человек, которые исполняли различные роли в группировке. В общей сложности у них изъяли около полутора килограммов наркотиков. Это около трех тысяч доз. Все подробности в рубрике «Сводка». Приехал в Киров для повышения квалификации, но устроился работать с закладчиком. Проработав, три-четыре дня на третьем рабочем плане меня поймали. 20-летний молодой человек приехал в Киров со своим другом из Перми. Искал работу. Нашел на сайте объявление о том, что требуются курьеры и устроился. Но оказалось, что организация – это банда наркодилеров. Сначала полицейские задержали его друга, 23-летнего Пермика, который оборудовал в Кирове два тайника с наркотиками весом около 10 граммов, а это особо крупный размер. А затем вышли на этого юношу. Его поймали после того, как он забрал из тайника 40 расфасованных свертков, общий вес которых превысил 20 граммов. Курьер должен был их разложить в разных районах Кирова. Оба приятеля получали наркотики через мелкооптовые тайники от одного и того же фасовщика. Наркотики у вас изъяты? Да, наркотики изъяты вот этим учреждением, в котором сейчас нахожусь. Сколько? 40 штук по 0,5, в процессованные свертки. Общий вес сколько? Общий вес 20 граммов. После этого полицейские по разным адресам изъяли сделанные задержанным еще пять закладок, которые предназначались для рядовых распространителей. Общий вес превысил 170 граммов. Дома у подозреваемого нашли еще почти полкило синтетики. По его словам, раньше он был обычным закладчиком, размещал вещества в тайниках, а потом продвинулся по иерархии и стал фасовщиком. Стражи порядка установили и других участников наркобанды. Так, в Чепецке задержали 31-летнего мужчину, у которого при обыске изъяли полкило наркотиков, в том числе скорость и гашиш. А в Кирове поймали 20-летних закладчиков, девушку и ее приятеля. В общей сложности задержано шестеро человек различного криминального ранга, которые выполняли функции по фасовке наркотиков, реализации крупным и мелким оптом. Также установлены 11 потребителей, которые приобретали наркотики через так называемый виртуальный магазин. В отношении всех возбуждены уголовные дела. Тайники участники группы обустраивали дома, в автомобилях и в лесу. В общей сложности у них изъяли около полутора килограммов наркотиков. Это почти 3000 доз. По факту покушения на сбыт запрещенных веществ возбуждены уголовные дела. Благодарен сотрудникам, что вовремя одумали меня. Ну, получается, сдержали, что прекращали эту деятельность. 29 июня около полудня на механическом переулке загорелся жилой деревянный дом. В результате пожара обгорели и закоптились стены, потолок, имущество. Причина возникновения огня устанавливается. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Вот так вот и сгореть можно. 30 июня в Нововятске на улице Кирова вспыхнуло пламя рядом с мусорными баками. Прибывший на место пожарный расчет оперативно с ним справился. Алина Котрихова, место происшествия. Просил выписать мелкий штраф водитель Рено Логан, которого сотрудники ДПС задержали на улице Боровского. Мужчина был весьма взволнован из-за грядущего лишения прав и сначала хотел обойтись наказанием за более мелкое нарушение. А потом задержанный стал звонить своим знакомым, друзьям и сотрудникам полиции. Помогли ли связи и были ли они вообще, узнавал наш корреспондент Павел Москвин. Очевидцы сообщили о пьяном водителе Рено Логан, который после ночного клуба сел в машину и поехал на оживленную дорогу. Вскоре автомобиль догнал наряд ДПС. Водитель Евгений закрылся от инспекторов шторкой и молча передавал документы. Он надеялся, что полицейский ничего не заметит и не потребует выйти из авто. Злобный оскал Евгения понятен. Теперь шансов уйти от наказания мало. И все же водитель решил попробовать. Стал звонить своим знакомым. Приятели советам не помогли и Евгению нужно было ответить на два вопроса инспектора. Евгений Валерьевич, на свидетельстве о состоянии алкогольного опьянения будет приходить у нас в алкоголе? Скажите еще раз. Нет, нет, не буду. Медицинское свидетельство. Не надо меня снимать. Весьма скромный водитель уже не стеснялся говорить, что лишение прав на полтора года для него весьма суровое наказание. Евгений понял, что от наказания ему вряд ли удастся уйти, а он попробовал уйти хотя бы от журналиста. Помимо лишения права управления, Евгению наверняка придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Впрочем, это станет известно примерно через месяц после судебного заседания. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Повернул из среднего ряда. На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель Ауди спровоцировал ДТП. Побежала под колеса внедорожника. На улице Воровского водитель Газели отправил свою пассажирку почти на верную смерть. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель Ауди спровоцировал ДТП. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Воровского и Солнечный водитель Ауди поворачивал налево из среднего ряда и не заметил «Ладу» 15-й модели. На этом же перекрестке водитель 14-й поехал на красный сигнал и оказался в опасной ситуации. На улице Сурикова водитель иномарки так развернулся, что не заметил припаркованную в кустах «Ладу». Виновник аварии сделал вид, что не почувствовал удара и уехал с места ДТП. На улице Луганской велосипедист едва не оказался на капоте машины с камерой. На улице Воровского водитель «Газели» отправил свою пассажирку почти на верную смерть. Девушка побежала под колеса внедорожника. Только благодаря реакции водителя «Фольксвагена» трагедии удалось избежать. На улице Чапаева водитель «Грант» и внезапно решил припарковаться. На улице Некрасова хорошую реакцию продемонстрировал нарушитель на поло. Он объезжал пробку по встречной полосе и, когда увидел препятствие, тут же освободил дорогу. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobakainbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском.